Взрослым Взрослым Вот бы выбежать во двор и пальто не застегнуть Вот бы с кем-нибудь на спор в речку с мостика нырнуть Из-под крана воду пить, мяч-бартинка навым пить Вот бы взрослым быть, вот бы взрослым быть, вот бы взрослым быть Эх, скорее бы взрослым быть! Взрослым жить совсем легко, им не нужно в девять спать Пить не нужно молоко и стихи гостям читать Жизни б наш им хлебнуть, а они грустят чуть-чуть Жаль, что детство не вернуть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Собирайся, на смену пора В следующий раз ломай дверь Слаб еще А на стекла бей Ты лучше не запирайся Это еще что такое? Поправься Не делай этого никогда! Так мать же всегда... Мать! Это твое дело Ладно, все Сегодня к ней пойдем Вместе пойдем Вторую неделю обещаешь? Ну Сказал все, значит все Сегодня обязательно Ты только Зайди за мной, ладно? Получка у нас сегодня Ешь На смену опоздаешь А ты? Потом Не работать надо Слабься 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 Вить! Ты только Не забудь Не опоздай К проходной Поливай, поливай Молодец Мать-то как? Плохо Ты был в больнице У нее? Нет Надо же сходить Что ты? А? Отцу скажите А где же я увижу Отцу скажите Это ваше личное дело Ну как ты разговариваешь-то А? Поехали Слабься 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 Витя Слабься 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 Витя Витя Можно я к тебе пойду? А что ж нельзя Ты иди Вовочка, иди завтракать Иду, мамочка Ты же знаешь, детка, что кричать даже на улице неприлично Мамочка, я не буду, а можно я во двор пойду? Так рано, там же никого нет А вот и есть, там Витя поливает из шланга Ну, во-первых, надо умыться, позавтракать А потом разве Витя тебе товарищ? Ну, да, зато он мне семечек давал из рогатки стрелять два раза, вот Ну, что ж, по-твоему, товарищ тот, кто угощает семечками, дает стрелять из рогатки? А больше мне никто не дает Ровней, ровней Ой, стой, привет Вам кого? Гандратива Юля! Привет, привет На тренировку? Да, как всегда На, на дорогу Спасибо, нельзя мне Идем, идем, скорее Здравствуйте 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 Ну, Юленька, будь умницей, осторожней До свидания До свидания А может, до метро меня подбросит? Да, пожалуйста Правда? Пожалуйста Ой, да может, и мне тоже Музыка 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 Питя, Валерий! Питя, Валерий! Питя, Валерий! Питя, Валерий! Питя, Валерий! А ты чего стоишь? Иди оболью! Спасибо, мне нельзя! Мамку не вели? Да! А попрыгать хочешь? Хочу! Иди сюда! Вова! Вовочка! Мамочка, смотри, я ей шланг поливаю, мне Витя дал! Пойди, пожалуйста, ко мне на минутку! Спасибо! Скажи, Владимир, что ты обещал мне делать, когда я отпускала тебя голень? Уходить со двора, обижать девочек, ломать кусты! Так, верно, а еще что? Не приставать к большим мальчикам, только я к нему прав не приставала, он сам меня пригласил! Это ничего не меняет, раз ты дал слово, ты должен его сдержать! Если ты мужчина, конечно! Я надеюсь, что мы больше не будем возвращаться к этому вопросу, а вот и хорошо! Угу! Угу! Продолжение следует... Витя, там что, подвал? Ну, подвал. Темный? Ну, темный. И все? Все. А ты думал? А я думал, там что-нибудь интересное. Нашел интерес. Конечно, туда же не пускают. А меня где интересно, никогда не пускают. И когда по телевизору кино интересно идет, мама не разрешает. И когда труба за углом лопнула, мама не пустила. И в подвал. Ты что, подвал ни разу не пускаешь? Ни разу. А хочешь? Хочу. Слабо? Не слабо. А что встал? Там темно. А что встал? Субтитры создавал DimaTorzok Нагляделся? Нагляделся? Ой, Витя, а это что, квартира? В ней кто-то живет или играет? Когда как. А теперь иду наверх, а тот к мамке попадет. По-твоему, ты заслуживаешь наказание? Ты бы все равно наказала. А за что, ты понимаешь? За то, что я не спрятался, когда увидел тебя. А может быть, все-таки за то, что ты не сдержал данное тобой слово? Я хотел только там, знаешь, как интересно. Сыночек, миленький мой, ну что может быть интересного в грязном подвале? А вот интересно, когда темно. Сынок, давай поговорим с тобой серьезно. Надеюсь, ты понимаешь, что я желаю тебе только добра. Но есть вещи, которые ты еще пока не понимаешь. Не потому, что ты глупый, а потому, что маловато. А вырасту пойму? Конечно. А до тех пор ты должен верить мне на слово. И ничего без разрешения старших не делать. Это, во-первых, детка в твоих интересах. Значит, мне нельзя с Витей играть. Это в моих интересах. Вот видишь, опять ты ничего не понял. Ну что, во дворе кроме Вити никого нет? Ты посмотри, Коля. Он играет на аккордеоне. Саша говорит по-английски. Юрочка занимается в хоре Локтева. Ну, а Сева? Ну, Сева вообще почти что ученый. Ага, а Севе еще больше лет, чем Вите. На целый год. Скажи, в подвал тебя пригласил тоже Витя? Нет, я сам. Но дверь всегда заперта. Ключи от подвала у Вити или у мамы. И все равно, я сам. По-моему, ты начинаешь врать, Владимир. Придется обо всем написать папе. Не надо, я больше так не буду. Вот что. Я попрошу Сева присмотреть за тобой. Рыбу. Рыбу Вот именно просто. Работать над собой нужно. Как это? Как? Ты хоть читать-то умеешь? У нас в старшей группе все умеют. И считать до тысячи. До тысячи? Я в твои годы таблицу умножения знал. И четыре действия с дробями. Сейчас высшую математику прорабатываю. За семь лет школу хочу кончить. За три института. Двадцати пяти годам кандидатскую диссертацию защитить. Тридцати докторскую. От кого? Что от кого? Ну ты сказал защитить эту диссертацию. От кого? Есть такие люди. Оппонентами называются. Они доказывают, что твоя диссертация слабая. А ты должен ее защитить. Понимаю. Папа мне тоже говорил, что слабых нужно защитить. Да не в этом дело. Она сильная. Но ты должен это доказать. А зачем, раз она и так сильная? Ты что, ненормальный? Нормальный. Что-то не похоже. Ну-ка, Витек, иди сюда. Чего надо? Ага, попался? Вот мы еще посмотрим. Постой, постой. Ты куда? Там же Витя побежал. Ну и что? Их же трое. А тебе какое дело? Он хулиган. Он не хулиган. Так все говорят. А моя мама не говорит. Не говорит? Так думает. Нет, не думает. Моя мама всегда говорит правду. Не всегда? А когда выгодно? Как все люди? Нет, это ты все врешь. И я не буду слушаться тебе, рыба. И я не буду слушаться тебе, рыба. Ты так, да? Моего брата, да? Вы забыли, что ты? А второе на одного, это честно. А вот и не на одного воздворя. Ну и что, двое же. А вот сейчас ты знаешь, ты почему не убегаешь? А потому что не боюсь. Совсем? Совсем. А не боялся бы, так не стоял на месте, отврался. С кем? Со мной! Это еще что такое? А ну, перестань сейчас же! Еще удумали! Драться! Тет Шура, тет Шура! Маш, Ксенька, марш по домам. Нашли с кем связываться. Вот я матерям вашим скажу. Они вам у матов задние ворота всыплют. Это не мой, тетя Шур. Он первый начал. Эх, опять хулиганичаешь. Да еще маленького заставляешь. Он не заставляет, я сам. Ох, я сам. Ну, как зыркнул весь у родителя. Мать бы хоть пожалели, ерды. Не ваше дело. Тьфу, порвались ты. А ты, Пашка, запомни. Я тебя всегда бить буду, всю жизнь. Ладно, Витек, я тебя еще поймаю. Че, Прелес, звали тебя? Дали бы по кумплу, а я отвечай. А я бы тоже дал по этому кумплу. Да, один такой. Вкусно? Вкусно. А ты кокосу ел? Ел. Тоже оно вкусно? Еще как. Витя, ты хулиган. А тебе че? Ничего. Ну и помолкивай. Ладно, пойду я. Куда? Да батю встретить надо. Получка у них сегодня. Да еще к мамке в больницу. Тут рядом. Я тоже пойду. Со мной, что ли? Ну да, а то это Рыжа поймает тебя еще. Вот дай я. Да я без тебя с ним скорее управлюсь. Ну и не надо. Да ладно ты, не сердись. Вообще ты парень хороший. Маленький только. А мамка тебя не заругает? Ну и что, папа же мне говорил, что нельзя товарища в беде оставлять. Эх ты, товарищ. Иди лучше домой, а то шум будет. Да маму же все равно нет. Мы ведь скоро. Да, недолго. Пошли. Субтитры подогнал «Симон» Ваши билеты. Ваш билет. Пожалуйста. Ваш билет. Спасибо. Ваш билетик. Молодой человек. Ну, молодые люди, ваши билетики. Тетенька, а мы билетов не брали. Как же так не брали? Надо билеты брать. Ну что ж, платите штраф, а то милиция. Тетенька, мы с братиком в больницу к мамке едем, а папки у нас нет. И денег тоже нет. Витя, совсем маленький. Ну, что мне с вами делать, стрелята? Ну, езжайте так. Только что в последний раз. Граждане, предъявите билеты. Спасибо. У вас проездной лежит. Вы брали, я видела, да? Девушка, девушка, ваши билетики. Угу, спасибо. Ваш билет был... Ты куда? Нет. Нам же еще три остановки. Смотрите. Спасибо. Ты что, сдвинутый? Зачем ты неправду сказал? А деньги у тебя есть? Нет. И все равно неправду говорить нельзя. Ну, иди пешком, раз такой хороший. А я на автобусе поеду. Потеряешься ведь. Еще под машину попадешь. Не попаду. Меня дядя милиционер через дорогу переведет и дом мой покажет. А меня за тебя попадет за то, что ввел и бросил. В угол поставим. Ага, в пятый, если найдут. А что, у вас дома углов нет? Да углов хватает. Только пятый оттаскать трудно. Ты не уходи. Я б тебя отвел, так бате опаздывать нельзя. Ты не уходи. Я тоже квас хочу. Не дорос еще. Дорос. Мне мама покупала два раза вот. Это не тот квас. Скорей, скорей. Пошли. Ну, пошли, тебе сказали. Стой здесь и с места не сходи. Ну, все. На пасашок. Да, можешь бегать. Ну, вот это и больно. Вот улазил. Пошли. Ну, ладно, ладно. Пошли. Ну-ка, тьше. Опоздал? А теперь вот все. Марш домой. А, видали? Отца вздумал учить. Какой он нехороший дядька, правда, Винь? Винь, тебе больно, да, Винь? Ой, что ли это был с твой папой, да, Винь? Ничего. Ничего, Вовка. Переживем. Винь, почему замок? Не вешай обед. А кто тут? Дядь знакомый работает. Пойдем скорее к твоей маме. Без дяди нельзя. Почему? Денег нет. Пойдем. 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 Витя, это кошелек, да? Его кто-нибудь потерял, да? Витя, давай крикнем. Вы ничего не потеряли? Ничего не потеряли? Вот именно потерял. Хотя говорится, деньги потерять ничего не потерять. Это не ваш? А? Определенно. Я его сразу узнал, и он узнал свою мышку наружку. Чем докажете? Некрасиво, юноша, некрасиво. Взрослым нужно верить. Взрослые никогда не обманывают. Никогда. Впрочем, Откуда бы дети научились лгать? Ну, спасибо. В театр хочешь? Да некогда мне. Жаль. Хотя не хочу, только нас двое. Ну, пожалуйста, вы оба славные парни. Как тебя зовут? Вова. Вовочка, ну-ка, за мной. Стройся. Становись. Так. Ну-ка, веселей. За мной. Шага. Борщ. Выше ногу. На месте. Стой. А, два. Глубокоуважаемая Марья Демитриевна, я вас убедительно прошу, вот для моих молодых людей, вот, будущее Чацкого и Айвенго, открыть эту волшебную дверь в храм. У них, правда, нет билетов, но это единственный их недостаток. Я с удовольствием, но ни одного места нет, все билеты проданы. Ну, Марья Демитриевна, я думаю, что в большом-большом зале всегда найдется маленькое местечко. Правда? А если не найдется, вы не беспокойтесь, ребята. Я вам поставлю стулья из своей артистической уборной. Ну, ладно, швените своих друзей. Вперед! Вперед, Айвенго! Пожалуйста, входите. Вот наш храм, только тихо, тихо. Нет, это вот изобразие. Попались. А вот это уже не мое дело, не мое. Добрый день. В чем дело, Валерий Павлович? Что? Вы опять опаздываете. Мышки сейчас выходить, а вы еще не готовы. Вы меня извините, я всегда готов. Не пройдет и минуты, как мышка наружка покинет свою норку и явится пред вашей светлой очей. Нельзя ли без глупых шуток? Вечного. Ваша острота вот уже. Что это? Дети. Чьи? Мои. Ну, знаете ли, этого еще не хватало. Дядя, а почему на вас тетя сердится? Деточка, это не тетя. Это карабас, карабас-барабас. И по совместительству лягушка-квакушка. Так, ну, ребята, вы меня здесь подождите. Я скоро освобожусь и займусь с вами. Вы посмотрите, здесь очень интересно. Очень. Я сейчас. Я сейчас. Я сейчас. Я сейчас. Витя, эта тетя тоже похожа на тетю Шуру. А кто еще? Ну, та, которая в автобусе. Я даже подумал, что это она. Выдумчик. Раз тетю Шуру отпустит. Из дороги звери, птицы, волки, совы и лисицы. Ой, Мишка, а ты что тут делаешь, а? Мед ем. А я в школу иду. Пойдем со мной. Не могу. А почему? Меня мама не пускает. Ну, я пошел. Чего ел? Мед. Бурсучок, а ты куда? В школу иду. Мишка, пойдем со мной, а? Не могу. А почему? Почему? Меня мама. 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 Чего? Чего? Мама. Мама не пускает. А я только хочу в школу. Валерий Павлович. Привет. Мышка, мышка. Здравствуй, Мишка. Здравствуй, Мышка. Ты в школу идешь? Нет. А почему? Не скажи, Мышка. Здорово. Я слезнял. Ничего и не здорово. Смотри, смотри. Наш-то за Мышку работает. Воумора. Маму не пускает. Как тебе не стыдно, мамин ты, сынок? Позор на весь лес и на всю нашу полянку. Валерий Павлович, опять от себя один? Это не от себя один, это импровизация. Ты скажешь, ты невозможный человек. Я на улицу хочу. Ты что, дурной? Отсюда же интересней. Не хочу отсюда, на улицу хочу. То в театр, то на улицу. Здравствуй, Мишка. Вить, пойдем. Вить, пойдем. Достань ты. Вить, пойдем. Ну, что ты ноешь-то, Чпаком? Очень интересно. Пойдешь с ним. Не знаю. Не знаю. Почему? Почему, почему? Меня мама не пускает. А ты попроси, мамин. Разговорились. Мигре. Молодые люди. Пока там волки, белка с медведем коперируются, я вас пристрою. Идемте в зал. Не хочется. Малыш не хочет? Отчего так? Он увидел искусство, так сказать, с изнанки и не может перенести этого зрелища. Извини, извини, малыш. Что будем делать, Юноша? Я на улицу хочу. Ну что ж, может быть, ты и прав. Иногда очень не хочется взрослеть. И не так, и не так. И не так. А как? Конечно, девчонки лучше танцуют. Не девчонки, а девочки. А девочек надо уважать. А я уважаю. Давай играть. Давай, а как? А вот так. У меня есть дочка, зовут ее Катя. Я буду мама, а ты? Папа. Нет, ты будешь знакомый дядя. Приходить ко мне в гости и приносить Кате апельсины и конфеты. А мне всегда папа леной станет какой-нибудь дяденька. А у меня нет папы. Так не бывает, папа у всех должны. А вот у нее у всех. У нас в детском садике есть девочка, Сонечка. У нее тоже нету папы, у Вадика, Бурыгина и Керы. Я в такую игру играть не буду. Это плохая игра и неправильная. Тогда давай играй в другой. Давай, а как? А, вот ты где. Пошли, нам пора. До свидания, девочка. До свидания, мальчики. Пока. Здравия, дядь Федь. Здорово, Витяк. А это кто? Это Вовка с нашего двора. Здорово, моля-то. Что, гуляете или по делу? По делу. Денег надо, к мамке в больницу сходить. Сколько? Рубля три. Что у вас? Да вот. Тут вот. Возьми, сделай. Простите. Простите. Это, как же прикажете понимать? Как понимать? Работает парень, так и понимать. Но ведь он, по-моему, просил у вас три рубля. Заработает, получит. Не испортит, нет. А вы что, боитесь? Ну, не так, чтобы очень, но все-таки ботинки как-никак мои. Да вы не переживайте. Я свою работу кому попало не доверяю. А если что, и отвечу. Вы должны быть родственники. Чего? Ну, я говорю, родственники вы. А, нет, знакомые просто. А. Соседи. А. Ну, ну да, да. Ну как, Федя, готово? А, сейчас. Посиди. Вот скажите, разве... Разве нельзя было эти три рубля... дать мальчику просто так, ну, скажем, взаймы? А вы попробуйте. Нет, я не курю. Я бы с удовольствием. Только неудобно как-то он может обидеться. Я же ему посторонний. Вот он и на меня бы обиделся. За это его и уважаю. Да, но ведь он же не для развлечений, а... для больной матери деньги просит. Вот именно что для матери. Для матери. А для нее и поработать не грех. Так-то оно так, но... все-таки, знаете, как-то непривычно, что ли. Во. Во, непривычно. Мало кто из наших детишек труду приучен. Мало. Вот и тянут весь пап и мам пятерки, десятки. И даем. 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 Потому зазорно наших детишек с метлой в руках видеть. Или с топором. А ведь работы зазорной никогда не было. И не будет. Лишь бы не воровство. Тут кефир. Это сок яблочный. Компот. Спасибо, Витенька. Ну, зачем ты это? Нас тут хорошо кормят. Да я не съедаю все. А ты ешь. Тебе положено. А ты бы сам поел, и товарища бы угостил. Спасибо, я ел. Ну, ладно. Ну, а как ты там, сынок? Устаешь? Ты за меня не беспокойся. Да. И за свой участок тоже. Я его не хуже тебя убираю. Так что все хорошо. Ну, а отец? Как вы с ним? Ничего. Нормально. Ты не думай. Мы с ним вчера в кино ходили. И завтра пойдем. А потом в цирк. Он сегодня к тебе собирался. Да у них там на заводе заказ срочный пришел. Вот его начальник и уговорил на вторую смену остаться. Он все купил и меня послал. Спасибо вам, ребятки. Витя, а ты его слушайся. Он хороший. Ой, Витя Михайловна, вы Вовочку его не видели? Нет, не знаю. Ну, где же он, где? Видишь дом? За ним наш двор. Иди. А ты? Мне теперь домой до ночи не идти. Папа накажет, да? Что опоздал, да? Да нет. Батя дружков своих приведет. Он, значит, хороший. Добрый. Когда трезвый. Видите, мне дорог. Ну, друг. Настоящий. Настоящий. Я тоже домой не пойду. Ты же из-за меня опоздал к папе. Да ты знаешь, что тебе за это будет? Ну, ты же друг мне, Витя. Ты же сам сказал. Ах, Вовка, Вовка. Ну, и попадешь же тебе. Ничего и не попадешь. У меня мама, знаешь, какая? Как у тебя. Я ей все-все расскажу, а она не рассердится. Я ведь не могу тебя одного оставить. Друзей нельзя бросать. Я тогда себя уважать перестану. Клава, не пускай больше никого. Сейчас закрываем. А вы что, ребятишки? А ну, давайте, давайте. Только скорее, скорее. Так, чем тебя дома кормят? Супом и котлетами. А еще меня дома кормят апельсинами, виноградом и бананами. Дайте суп и котлеты. А еще меня дома пирожным кормят. Нет у нас денег на пирожные. Одиннадцать. Пятьдесят три копейки. Ешь, маленький. Спасибо, только я совсем не маленький, а вы мне тетя Шура. Почему? Как раз и тетя Шура. Александра Ивановна. Ешь. А ты? Чего я? А ты почему не ешь? А не хочу. Я запросто могу два дня не есть. Тогда и я не буду. Давай не ломайся, я тебе не мамочка, у меня не проскочит. Все равно не буду. Ты не будешь, и я не буду. А если ты будешь, и я буду. Так денег же нет. Ты что, не понимаешь? Понимаю. А мы все пополам. Тебе половину и мне половину. И супа, и котлеты, и сок, и пирожного. Давай. Только знаешь что? Пирожного лучше трогать не будем. Отнесем. Кому? Так, человеку. Хорошо. Вовочку не видела? Нет. Вовочку не будет. Витя, куда? Там наверху еще интересней Юль, ты чего? Обидел кто? Ушиблась? Устала? Да плень ты на них. Пошли на улицу лучше. Ага, тут знаешь, как хорошо. Нельзя мне. Все-то тебе нельзя. Держи. Нельзя. Юля! Юля Кондратьева, ты где? А ну-ка, снаряду быстро. Это что такое? Вам что здесь нужно? Ничего, мы посмотреть только. Василий Степанович! Василий Степанович! У нас опять под окнами посторонние. Я просила обеспечить рабочую обстановку. Девчонки отвлекаются? А вы не кричите. Мы сами уйдем. Не похоже, конечно. Ну, терчура точно. Ну, терчура точно. Витя, ты видел море? Видел. Видел. В кино. А я не в кино. Я просто так видел. Какое? Балтийская или черная? Голубое, а еще зеленое. Такое большое-большое, как небо. Счастливый. Витя, ты хочешь на море? Понятно, хочу. Я скажу папе, чтобы он тебя взял, когда мы снова поедем. А как вы поедете? Мы туда на самолете полетим. Еще на машине такси поедем. И на пароходе? И на пароходе. На таком большом-большом и белом. И купаться будем с кругом. Я без круга умею. И папа тоже. Вы с папой без круга, а я с кругом. Рашечка. Что с вами? Что такое? На вас лица нет. Что случилось? Ты, Вовочка, пропал. Ерунда все это. Никуда мы с тобой не поедем. Ну, ты-то поедешь. А я нет. Вот увидишь. Пусть только папа приедет и увидишь. Не возьми. Вот увидишь. Он меня, знаешь, как слушается? Я ему все расскажу, и он возьмет. Что-то я устал. Можно я полежу? Полежи. Маленько. Я маленько. Я не виноват, Вера Максимовна. Я его предупреждал. Не связывается с этим хулиганом. А он меня не слушается. Что же я на сену его буду удерживать? Так что я не виноват, Вера Максимовна. Вот увидите, найдется ваш Вовка. И Витя мальчик большой, серьезный. Да, да, от его серьезных, одни только слезы. За этими мальчишками глаз да глаз нужен. Я не виноват, Вера Максимовна. Я ему говорил, а он не слушается. Он сегодня опять устроил драку и вашу Вовку втянул. Как вам всем не стыдно? Вы же ничего не знаете. Да не защищай ты его, Юленька. Не стоит он того. А про драку-то я не выдумывала. Мало того, он еще грозился. Каждый день, говорит, тебя, Пашка, бить буду. Аж Пашка знаете кто? Подлец. Он маленьких гадостей мучит. И девчонкам пошлости говорит. Прекрати, Юля. И вообще, марш домой. Никто не пойду. Ты что, у тебя же режим. И пусть. Его влияние? Да уж без него не обошлось. Тише. Вон он. Смотрите. Я же говорила, что он на него. Что с ним? Зачем я? Да ничего. Спит он, вот и сел. Мамочка, а я уже пришел. Я тебе говорила, не втягивай маленького. Тетя Шура, вы не ругайте Витю. Вы же хорошая. Вы же хорошая, как выяснилось. Ну, счастье твое, что с ним ничего не случилось. Но за это ты дорого заплатишь. Даю слово. Достукался? Мальчик мой. Ну, все, сынок, теперь не я без тебя, не ты без меня, не шагу. Ну, где же ты проходил целый день и не сказал ни слова? Ну, где ты ходил целый день, Господи? Мама, а где Витя? Ну, какое мне дело до этого хулигана? Он же хулиган твой Витя. Вот подожди, отец приедет, разберется с вами. Он не хулиган, он хороший. Я хочу с ним играть, вот. Что ты, маленький мой, родной мой мальчик, как же ты с ним будешь играть? Он же не игрушка. Я буду, все равно буду, я буду с ним играть. Успокойся. Витя, Витя, где же ты, Витя? Хочу, чтобы он пришел, слышишь? Хочу, хочу, хочу. Успокойся, маленький мой мальчик. Успокойся, нельзя же так, родной мой мальчик. Нельзя так, успокойся. Мамочка милая, приведи его, пожалуйста. Чему там нельзя домой? У него там папа с дружками. С дружками? Приведу, конечно, приведу. Обязательно приведу. Посиди тут секундочку, я сейчас. Утром приходите. Утром, говорю, приходите. Он спит сейчас. И до утра ни за что не откроет. Заперся. А почему ты здесь? Почему не дома? Не открывает, сами же видели. А где же ты будешь спать? Там. Где? В подвале. В подвале? Да ерунда. Там хорошо. Тепло и тихо. Там. Тут. Тепло и тихо. Там. 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 Я не совсем всё понимаю. Ты уж извини меня, ладно? Чего там? Не привыкать. Послушай, Витя, пойдём к нам. Умоешься, поужинаешь. Спасибо, мне здесь хорошо. Ну и так же нельзя. Ведь невозможно так, ведь надо что-то делать, Витя. Домой идите, Атуловка проснётся, испугается. Митенька, я помогу тебе. Я тебе обязательно помогу. Честное слово. Мы все тебе поможем. Мой муж и... Не надо. Не маленький, я справлюсь. И мама из больницы скоро вернётся. О правовку не думать. Я за ним, как за собой, так что всё в порядке. Витя, пойдём к нам. Пойдём. Он зовёт тебя. Он очень тебя зовёт. Ты веришь мне? Поверь мне, Витя. Витя! Витя! Вовка, я иду! Где же ты, Витя? Где же ты, Витя? Я сейчас, Вовка! Витя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok